Единственный вариант, наверное, который только и существует, это Деворе дать доступ к каналу, к основному, как администратору, и она создаст плейлист, и она начнет в один плейлист все проповеди, которые сказаны с 2010 года, забрасывать. И мы уже с этого плейлиста будем выдавать уже проповеди людям. Тогда только мы в одном месте все соберем. У нас все разрознено, и нам нужен человек, который все соберет в одно место. Это можно сделать только будучи администратором канала. Вот. А для этого нужно время, ну, не знаю, недели две, каждый день работать по несколько часов. Это нужен человек доверенный, который готов этим заниматься. Пока из тех людей, которых я знаю, только Девор может этим заняться. Ну, то есть, там ей надо будет просто выбирать и перебрасывать. Вот так вот. Оно на месте, ничего не изменится, просто плейлист на плейлисте появится. Вот какое дело. Я хотел у вас разрешение спросить. Пока не надо. Дело в том, что она даже узнает. Теперь надо выявить, в каком году было, а там нет указания. У многих нет. А кроме того, то, что выйдет оттуда, надо теперь сравнивать со всеми, какие прошли здесь. Потому что оттуда уже брали. Вопрос намного сложнее. Но их всего сейчас сколько записано проповедей? Записано уже. Из тех, которых вы давали. Примерно. Ну, я не примерно, я могу определенно сказать. Ну, 150. 150 уже напечатали? Не, ну да. Ну, 147, допустим. Около 150. Ну, еще мы далеко. Чем мы дальше будем уходить туда, чем вот это, то, что вы сказали, увеличивается. То есть, вот этот вопрос. Дело в том, что мы иначе никогда не сможем разобраться. Нам нужно в одно место, чтобы все проповеди в одну портянку встали. Вот было раньше... Раньше я пленалист у меня был. Туда складывал. А потом перестали. Потому никому это не нужно. Сколько есть, все слышат. Вот сейчас только получил от этого Соболева. Я прослушал вашу проповедь на Рождество. Ну, вот и все. Следующая, когда идет проповедь, остается проповедью. Что вот так надо будет выбирать. Потому что до 10-м году я последний том тогда и сдал. Осталось тут 13 лет. Об этом разговора не было и не знали. И никакой нужды в этом не было. Ну вот, сейчас и нужна появилась. Она как бы встанет в одно все место. Так это не все. Это только начало. Потому что большинство оттуда уже взяли. А может, не большинство. Но, во всяком случае, уже что-то есть. Нет, там только, если так вы говорите, 150. А Елена, то есть проповеди с канала Елены вообще трогать не надо. Это путаницу создаёт. Они всё равно повторяются. У вас и у Елены и дни те же проповеди. Наверное, за всё время, может быть, одна или две утеряны. Ну, будет какой-то. Одна выставлена, другая не выставлена. И то вряд ли. То есть вы же сейчас подаёте то с Елены канала, то с вашего. И повторяется из-за этого постоянно. Елена не брали. Дело в том, что у меня сколько было выбрано, заканчивается и бы давать нечего. И я дал, чтобы проверили, которые её можно вставить сюда. Их я дал бы. Ну, её не надо трогать, потому что всё это на основном канале. Я знаю. Иначе мы опять потом на те же грабли встанем. Не знаю, как лучше сделать. Я говорю, вот способ, единственный способ, который, чтобы все проповеди, как вы написали, встали в одно место. То есть вы же как написали? Вы написали так, что сказай мою в храм до нашего года. Нам нужно выловить все проповеди. Чтобы выловить все проповеди, нужно дать доступ к основному каналу. Там это просто делается. Вот в чём дело. Там ты галочку ставишь, и оно перемещается в плейлист. Оно как бы на месте остаётся. Оно просто, ну, никуда не девается. Но оно ещё отдельно создаётся плейлист, и там они становятся выбраны. Оно не то, что... Оно ни на чё не влияет, как бы. Оно как бы на зва... Ему как бы придаётся место новое. Но это ни на чё не влияет. Оно влияет на то, что мы теперь думали, как делать, а теперь будем знать, что ничего не сделать. Только вот это. Добавится уверенность в том, что не сделать это. Каждый, который оттуда будет взят, его надо пролопатить под этому. Которые уже прошли 150. Дело в том, что оттуда уже бранили. А какие брали-то теперь... Тем более название-то, когда здесь я раздавал, я брал только основной смысл. Не тот, который на ролике стоит, а главное. И у меня в алфавитном порядке всё стоит. Легко было бы искать. Ну нет, а 150-то, смотрите, 150-то всё-таки легче проверить, чем когда мы уже до 500 дойдём, и всё равно придём к тому, что надо будет в одно место всё помещать. Мы всё равно никуда от этого не денемся. Когда вы уже много проповедей задвинете, мы же должны будем проверить, всё ли мы вообще туда или нет. И в любом случае мы придём к тому, что нам надо будет все проповеди в одно место засунуть. Пока 150, ещё есть вариант перепроверить. А когда 500, уже трудно будет. Не знаю. Дело в том, что ничего не сделает. А я буду думать тогда, вот там человек зашёл, и пока не надо. Нет, смотрите, там доступ конкретно ограниченный. А только для того, чтобы в плейлист помещать. То есть там же есть, как бы ты ставишь галочки, что можно человеку, а что нельзя. Ей дадим, чтобы она только могла ролики в плейлист. То есть помещать, и всё. Для вас, смотрите, для вас это ничего не изменится. Адрес, ни для кого ничего не изменится. Адрес ролика останется тот же самый. Просто у нас появится плейлист, где у нас много проповедей, там тысячи будет. Ну там, я не знаю, сколько вы сказали 2010 года. Вот сколько она закинет, а ну столько там и будет. Там повторов не будет. Ну много чего там, плюсы одни. И вы оттуда спокойно, я вам плейлист этот бросаю, и вы оттуда спокойно будете их сбрасывать к себе. Я бы это занялся, я бы этим занялся. У меня совершенно нет времени. Дело-то, видите, мы так смотрим. Вот у меня её спрашивает, она говорит, было ли не было. Было или не было, можно говорить тогда, когда с чем сравнивать, там и в другом месте, включить и посмотреть, какая обстановка, какие люди. Бывает прям всё одинаково, заголовки. А на самом деле это разное. Это очень даже непросто. Нет, ну это, это просто не... Дело в том, что даже у нас просто нету счёта. Вот, допустим, вы откуда, с какого банка проповедей вы выдаёте? Банк сам проповедей у вас, откуда вы берёте вот эти проповеди? Это я сам зашёл, зарядил проповеди Игнатия Лапкина. И зашёл, они по порядку идут. Они там сразу выставил их. Но они не по порядку. Я говорю, нет, они одно за другим, не по порядку. Но один за другим выставлено. Между ними ничего нету. Проповедь, проповедь, проповедь. Я их взял. А теперь взять-то взял, а теперь надо ещё и адрес их интернетный. Пока не включишь, там нету ничего. Я включить должен. Это поразился, я копирую. И заново тогда надо идти, всё проходить. За каждым роликом. Ну, сейчас у вас сколько проповедей, вот вы уже как бы выкачали? Ну, говорите. Ну, как бы вы выдаёте, у вас сколько там, уже какой банк проповедей? Я бы мог сказать, сейчас у меня только маленько отойти, надо, чтобы давноть. Ну, потому что там их, я подразумеваю, из 2010 года сказано, наверное, штук 600. Да? Да, да. Где-то штук 600. Ну, вот таким способом, которым вы, вы всё всё равно не выгребите. Это всё, он выборочно, поиск, выборочным поиском чисто идёт. А там, вот я как предлагаю, там Девора пойдёт вот так, прям конкретно, по датам. Вот прям вот будет, в 2010 год. И пошли проповеди до 2010 года. Она вот их начнёт оттуда выдёргивать, она ведь проповедь выдёргивает, выдёргивает. То есть их, и там они сразу потом списком одним будут. И там не надо будет к нему даже заходить, там просто сразу даётся ссылка на неё. Многие... И там это всё уже специально сделано для тех вариантов, которые мы делаем. Вот. Вы, пожалуйста, вы занимайтесь, давайте вы делайте, как вы делаете. Я вам потом плейлист сброшу, просто увидите список по годам проповеди. По годам там будет. Да кто в этом-то и делал, что не указаны годы. Ты ещё раз повторяй, не указаны. А мало ли что не указаны. Важно то, что они, когда были выставлены, само положение, когда они выставлены, указывает на год. То есть, если оно выставлено в 2011-м, значит проповедь в 2011-го года. Да там ещё не указано, просто стоит проповедь. Указано, указано. Игнатий, указано там. Не знаю, даже ни одного не брал. Мы узнавали только то ли в Потеряевке, то ли здесь где-то. Одинаково всё. А когда включили, видно, что в разных храмах говорено. Вот сейчас я покажу. Смотрите. Сейчас я покажу. Видно, да? Ничего не видно. Давайте. Чё не видно? Ну, две головы у вас видно. Одна большая, другая маленькая. Ну, а чё, как ничего не видно? Должно быть видно? Там нету, ни одной буквы нету. А чё дальше видно-то? Одинаково, как сидите, сидите и я. Были вдвоём, а сейчас второём. Сейчас я зайду, посмотрю, как оно там видно. Так, что-то у вас неправильно видно. Так, что-то у вас нету.